Здравствуйте, уважаемые друзья, с вами Алексей Кузьмичев и в этом видеоуроке мы с вами будем обрабатывать вот эту фотографию, а именно добиваться красивого бронзового оттенка кожи при помощи фотошопа. Перед тем, как мы начнем, хочу порекомендовать вам свой бесплатный видеокурс «Шикарная ретушь за 5 простых шагов». Если вы интересуетесь ретушью фотографией, то этот курс специально для вас. В нем я рассказываю, как профессионально шаг за шагом отретушировать фотографию от самого начала и до конца. Скачать данный курс вы можете совершенно бесплатно, щелкнув по ссылочке в данном видео. Ну что ж, а теперь приступим. Открываем нашу фотографию, с которой будем работать и в первую очередь загружаем ее в Camera Raw. Здесь нам необходимо немножко подкорректировать кое-какие параметры. В данном случае у меня фотография немножко пересвечена, поэтому я понижаю немного экспозицию примерно на минус 0,3 или даже 0,4 и повышаю чуть-чуть контраст. Где-нибудь до значения 15-20 процентов, так чтобы кожа у нас стала чуть-чуть более насыщенной. Также нам необходимо вытащить детали из теней, поэтому перетаскиваем ползунок теней вправо до того момента, пока у нас все детали по максимуму не проявятся. И также немножко опустим белые, чтобы сделать фотографию помягче. Вот таким образом. И также чуть-чуть опустим ползунок света. Вот таким образом оставляем и теперь загружаем наш снимок в Photoshop. Нажимаем открыть изображение и переходим уже в Photoshop. Так, первое что нам с вами необходимо сделать это разгладить кожу. Сделать вы это можете как вам удобнее. Вы можете использовать плагин портретуры, либо воспользоваться моим комплектом экшенов. В данном случае кожа у модели у нас довольно ровная, поэтому сильно разглаживать ее не нужно. Достаточно будет использовать плагин портретуры. Так, переходим к портретуру. Чуть-чуть увеличим. Выбираем при помощи пипеточки пробу кожи. И теперь настраиваем параметры. Параметры трешхолд ставим где-нибудь на значение 30. И смотрим, все ли дефекты у нас скрылись с лица. Да, кожа выглядит вполне неплохо. Этого будет достаточно. Поэтому нажимаем здесь на кнопочку ОК. Так, и продолжаем работу. Посмотрим, что у нас изменилось до и после. Как вы видите, кожа стала помягче. Так, следующим шагом мы делаем дубликат нашего слоя. Нажимаем комбинацию Ctrl-J на клавиатуре. И меняем режим наложения этого слоя на мягкий свет, чтобы сделать кожу более вот такой вот золотистой. Чтобы избавиться от такого сильного контраста, мы немножко понизим прозрачность. В данном случае где-то до 50%. Примерно так. Смотрим до и после. Как вы видите. Следующим шагом добавим небольшой загар. Для этого будем использовать корректирующий слой черно-белое. Выбираем его здесь. Ставим галочку напротив пункта оттенок. И закрываем данный корректирующий слой. Прозрачность этого слоя ставим где-нибудь 30%. И заливаем маску этого слоя черным цветом. Выбираем на палитре черный цвет и нажимаем комбинацию Alt-Del. Теперь проходимся при помощи белой кисточки по коже. Вот таким вот образом. Аккуратно не залазим на одежду. Стараемся работать только с кожей. Таким вот образом. Переходим теперь на лицо. Также здесь все прорабатываем. И последняя у нас это рука. Также ее аккуратненько закрашиваем. И переходим на следующий этап. Далее мы с вами создаем дубликат наших слоев. Поэтому нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-Alt-E на клавиатуре. Обесцвечиваем фотографию. Для этого нажимаем комбинацию Shift-Ctrl-U. Либо это делаем через пункт изображения, коррекция, обесцветить. Как вам удобнее. Так. Режим наложения здесь ставим на умножение. И понижаем прозрачность примерно до 15. Вот таким вот образом. Чтобы кожа у нас приобрела вот такой вот красивый кофейный оттенок. Также добавляем маску. И также прорабатываем только кожу. Заливаем сначала маску черным цветом. И теперь уже проходимся только по коже. При помощи белой кисточки. Вот таким вот образом. Также не залазим на одежду. Работаем только с кожей. Таким вот образом. До и после, как вы видите. И теперь переходим к Dodge & Burn. Чтобы прорисовать блики и тени. Создаем новый пустой слой. И заливаем его 50% серым цветом. Редактировать. Выполнить заливку. Использовать 50% серого. Нажимаем здесь ОК. Режим наложения для слоя. Ставим мягкий свет. И теперь при помощи инструментов осветлитель и затемнитель будем работать со свето-теневым рисунком. Выбираем сначала инструмент-затемнитель. Экспонирование поставим где-нибудь 15%. Диапазон тени. И поставим галочку защитить тона. Начинаем здесь работать с тенями. Вот таким вот образом. Добавляя объем на нашу фотографию. Следим за результатом. Что у нас изменяется сразу же. Переходим дальше. Прорабатываем живот девушки. Теперь руки. Мелким диаметром прорабатываем пальцы. И тени на ладони. Также. Слегка увеличиваем фотографию. И проработаем лицо модели. Добавляем тени на переносицу. Таким образом. Проработаем носогубную складку. Добавим объем губам. И пройдемся по контуру головы. Чтобы также добавить дополнительный объем сюда. Также. Сделаем несколько мазочков по бровям. И по ресницам. Чтобы усилить контраст на них. Вот таким образом. Посмотрим. Что у нас изменилось. До и после. Как вы видите. Также. Давайте еще вот здесь посильнее. Добавим тени. И теперь можно переходить к осветлению. Выбираем инструмент осветлитель. И будем пририсовывать блики. Экспонирование поставим где-нибудь. Также 15%. Также стоит галочка защитить тона. Диапазон подсветка. Начинаем работу с бликами. Добавляем блики сюда. На ноги. Прорабатываем их вот таким образом. Теперь прорабатываем живот. Дальше прорабатываем лицо. Дальше прорабатываем лицо. Осветляем глаза. Пройдемся по контуру губ. И мелкой кисточкой проработаем блики на пальцах и на ладони. Так. Посмотрим что у нас получилось. До и после как вы видите. Теперь также нам необходимо проработать одежду. Здесь будем использовать сначала также затемнитель. Экспонирование в данном случае можно поставить побольше. Примерно 35%. И начнем прорабатывать свитер. Так. Добавляем тени на складки. Вот таким вот образом. Теперь переходим сюда. Также прорабатываем здесь тени. Также работаем с шортами. Следим за результатом, что у нас меняется. До и после как вы видите. И также теперь берем инструмент осветлитель. Экспонирование также ставим где-нибудь 30%. Начинаем прорабатывать блики на одежде. Вот таким вот образом. Высветляем здесь нужные нам области. Так. Ну и так я думаю можно оставить. Давайте посмотрим издалека, что у нас получилось. До и после как вы видите. Если необходимо, можно понизить прозрачность этого слоя. Если кажется эффект слишком сильным. Ну я поставлю где-нибудь 90%. И идем дальше. Следующим шагом добавляем сюда корректирующий слой яркость-контрастность. И усиливаем контраст примерно до 15. Вот таким вот образом. Смотрим до и после. Чтобы сделать оттенок кожи еще более насыщенным. И теперь переходим к небольшой тонировочке. Создаем корректирующий слой. Выборочная коррекция цвета. Переходим здесь в нейтральный канал. И перетаскиваем вот таким вот образом ползуночки. Голубой ставим где-нибудь на плюс 9. Пурпурный где-нибудь на плюс 5. Желтый тащим влево. И ползуночек черного перетаскиваем вправо где-нибудь до плюс 7. Чтобы получить такую вот легкую тонировочку. И кожа наша стала еще более загорелой. Вот таким образом. Закрываем данный корректирующий слой. Теперь можно создать еще корректирующий слой кривые. И выгнем кривую вот таким вот образом. Сместим чуть-чуть точку черного вверх. Чтобы сделать наши тени помягче. И точку белого также опустим слегка. Чтобы вся наша картинка смотрелась помягче. Вот таким образом. Теперь создаем объединенную копию наших слоев. Shift-Ctrl-Alt-E нажимаем. И переходим в пункт фильтр. Усиление резкости. Контурная резкость. Усиливаем резкость на фотографии. В данном случае мне подойдет эффект 150. Радиус 3. Вы уже выбираете настройки под свою фотографию. Вводите их здесь. И нажимаете кнопочку ОК. Ну что ж. Вот так вот выглядит наш финальный результат. Давайте я объединю все слои в отдельную группу. Выбираем их все. Нажимаем комбинацию Ctrl-G. И посмотрим, чего мы с вами добились в процессе данного видео урока. Итак, вот фотография, с которой мы начинали работу. И вот, что у нас получилось в процессе обработки данного изображения. Я надеюсь, из данного видео урока вы узнали что-то новое. И он будет вам полезен. С вами был Алексей Кузьмичев. И до встречи в следующих видео уроках. Субтитры сделал DimaTorzok